Ингрид Бергман и Шарль Буайе В экранизации романа Эриха Марии Ремарка Триумфальная арка Я лейтенант Наварро. Полковник Гомес приглашает вас выпить с ним по бокалу вина. Мы собрались сыграть партию в шахматы. Когда-то вы оказали услугу полковнику Гомесу, и он... Нашу партию нельзя откладывать. Ни в коем случае у нас здесь чемпионат. Что за услуга ты оказал этому оловянному солдатику? Прописал ему слабительное. Фашист в аналогичной ситуации прописал бы демократу яд. Что это? От какой-то русской? Нет, я рассказывал тебе о ней. Так это та самая дама? Да. Совсем покоя не дают. Войдите. Я капитан Гонсалес. Этим вечером мы отбываем, чтобы присоединиться к славной армии генерализмуса Франка. Полковник хотел бы выпить с вами за Испанию и испанскую армию. Капитан, я не испанец. Нам это известно. Вы австрийц, а значит немец. Немцы в Испании наши друзья. Передайте наши извинения полковнику. Результаты нашей игры должны быть сегодня же переданы по телеграфу. Мы ожидали, что вы откажетесь, но пригласили вас только потому, что вы вместе с доктором. Вам не кажется, что мы его уже вдоволь наслушались? Кажется, полковник. Думаю, будет лучше, если вы вернетесь к своим друзьям. Спасибо. Спасибо, что повысил меня до звания полноценного полковника. Не за что. Я прекрасно помню, что ты всего лишь жалкий подполковник, но мне стало невыносимо при мысли, что этот Гомес выше тебя по званию. Я не выдержал. Ты потом с ней виделся? Нет. Это наверняка крика помощи. Полагаю, что так. Повидайся с ней. Зачем? Так сказал полковник. Ладно, завтра я ее навещу. Отлично. Твое здоровье. Сейчас произойдет разговор двух полковников. Достаточно короткий. Господа, не делайте никаких заявлений. Это только приведет к конфликту. Теперь убирайтесь. Знаете, а вы ведь должны были убраться давным-давно в Испанию, чтобы сражаться. Но там вместо вас сражаются немцы и итальянцы. Прощайте. К сожалению, я не могу вызвать вас на Деле, потому что я тем вечером покидаю Париж. Вот гонорар за вашу консультацию. Нет, одну минуту. Пожалуйста. Может, это вас протрезвит. А теперь убирайтесь. И на будущее запомните, что деньгами не швыряются средневековые идиоты. А теперь прочь, проваливайте. Если бы не твое нелегальное положение, я мог бы причинить этим господам серьезные повреждения. Ну, будь здоров. За тебя. Спасибо.